Всем привет! Меня зовут Мария и я преподаватель общества знаний в учебном центре Максимум. Сегодня мы с вами разберем тему экономический рост и развитие. Со временем изменяется все. В экономике эти изменения происходят циклично, поэтому когда мы говорим про экономическое развитие, то подразумеваем экономический цикл. Экономический цикл это колебания экономики, состоящие в повторяющемся экономическом спаде или подъеме, оживлении экономики. Давайте рассмотрим более подробно стадии экономического цикла на одном примере. В 2015 году страна процветала. Большая часть жителей имеет высокий доход, постоянно растущий, может приобрести большое количество товаров, постоянно открываются кафе, рестораны и другие заведения. Все это свидетельствует о том, что на момент 2015 года страна находилась на стадии подъема. Мы видим, что эта стадия характеризуется ростом доходов населения, ростом производства, повышением цен и низкой безработицей. В 2016 году люди обеспокоились экономической ситуацией в стране. Кредиторы подняли проценты, цены резко подскочили, инвесторы и предприниматели отказываются вкладывать деньги в производство. Стревоженные экономические аналитики полагают, что страна оказалась на стадии пика. Пик – это наивысшая точка экономического роста, которая характеризуется наивысшей деловой активностью. Увеличиваются доходы, растет производство, что влечет за собой увеличение цен. Правительство страны делает все возможное, чтобы нормализовать ситуацию на рынке, что приводит к искусственному снижению объемов производства и цен. Вследствие этого занятость снижается, падают доходы населения и снижаются цены. Фирмы перестают развиваться и терпят убытки. Так экономика перешла на стадию спада. На стадии спада или рецессии наблюдается снижение деловой активности, объемов производства и уровня инвестиций. Все это ведет к росту безработицы. Наблюдается перепроизводство товаров, ведь людям не на что покупать эти товары и, как следствие, цены резко падают. К 2017 году темпы спада в экономическом развитии снизились, но тем не менее уровень безработицы достиг максимально высоких значений и падение цен тоже максимально. На плаву смогли остаться только самые сильные фирмы, но рынок излечился от убыточных предприятий, поэтому увеличился объем инвестиций. Это означает, что страна достигла стадии дна – депрессии. Эта точка характеризуется минимальным уровнем деловой активности, максимальной безработицей и минимальным уровнем производства. Считается, что фаза дна не бывает продолжительной. Это означает, что скоро страна будет готова снова перейти к подъему или оживлению. Итак, цикл замкнулся и начался новый. Мы сказали, что на стадии подъема происходит увеличение производства, поэтому данную фазу также можно назвать экономическим ростом. Экономический рост – это увеличение совокупного объема производства в экономике. Обратите внимание, экономический рост и экономическое развитие – это не одно и то же. А как же достичь увеличения объемов производства? Давайте представим, что мы владеем участком земли и выращиваем на нем клубнику для продажи. Мы хотим увеличить рост производства и получать больше денег. Для этого мы купили еще один участок земли, засадили его новыми кустами клубники, дополнительно наняли рабочих, которые будут обрабатывать эти участки. Так мы произвели количественные изменения. Такой путь экономического роста называется экстенсивным, то есть мы растем вширь. А теперь попробуем пойти иным путем, будем расти вглубь. Мы останемся на прежнем участке земли, но улучшим качество почвы, закупим новую технику, вырастим новые сорта клубники, которые будут более плодоносными, то есть произведем качественные изменения. Эти изменения называются интенсивными. Таким образом, для экстенсивного роста характерны наем дополнительной рабочей силы, увеличение площадей обрабатываемых земель, числа станков и оборудования, задействование новых цехов. А интенсивному росту свойственны внедрение новых технологий, модернизация станков и оборудования, повышение квалификации рабочих и эффективное перераспределение ресурсов. Как правило, в реальности эти два пути увеличения производства реализуются смешанно. Сегодня мы узнали, что экономический рост подразумевает только положительные изменения в экономике, а вот экономическое развитие – более широкое понятие, включающее в себя как этапы роста, так и фазы спада. Несмотря на то, что это разные понятия, вы увидели, как тесно они переплетаются, поэтому на курсе мы всегда проходим эти понятия вместе. Желаю вам удачи при освоении этих тем.